Рабочая группа во главе с заместителем руководителя регионального МЧС Михаила Никифорова будет проводить проверку в Котласе в течение двух дней. Основная задача – оценка готовности сил и средств городских спасателей к возможным чрезвычайным ситуациям в период половодия. Приехала у нас достаточно большая бригада. Сроки у нас сжатые. Действительно, надо будет посмотреть и документы, и ПВР, и у вас, и в Котласском районе, и оценить действия ЕДДС. Комитет гражданской защиты Котласа готов к совместной работе с областной командой. И хотя конкретные прогнозы по поводку будут позже, подготовка к нему уже идет. К нами уже проведена комиссия по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основные организационные решения уже вынесены. Началась активная работа по подготовке к половодию. Традиционно у нас в зону затопления попадает частный сектор Бачага и южный сектор микрорайона 46-го лесозавода. У нас предусмотрено два пункта временного размещения. Это на базе Центра дополнительного образования на Конституции. И также это основной наш ПВР и резервный ПВР на базе пятой школы. По информации Северного УГМС, на реках Архангельской области толщина льда близка к средним многолетним значениям и ниже. Прохождение ледохода на реках ожидается на обычных горизонтах. Вскрытие ледяного покрова и начало ледохода на реках севера европейской территории России ожидается в сроки близкие к средним многолетним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова